Евросоюз может снизить стоимость российского газа в пять раз. Об этом сообщает издание «Политика», ссылаясь на проект документа Еврокомиссии. Брюссель рассматривает несколько вариантов ограничения стоимости российского голубого топлива. Их озвучат 9 сентября, заявила глава Еврокомиссии. «ЕС оказался в чрезвычайной ситуации, потому что Россия является ненадёжным поставщиком и манипулирует энергетическими рынками. Мы сталкиваемся с астрономическими ценами на электроэнергию для домохозяйства компаний и огромной нестабильностью рынка. Поэтому мы предложим ряд немедленных мер, которые защитят уязвимых потребителей и предприятия и помогут им адаптироваться. Мы предложим ограничить стоимость российского газа. Цель здесь очень ясна. Следует сократить доходы России, которые Путин использует для финансирования этой жестокой войны против Украины». На это заявление уже отреагировали в Кремле. Владимир Путин пригрозил европейским странам, что Россия перекроет любые поставки газа, если Евросоюз установит граничную цену. «Весь контрактное обязательство, контракты на поставку. А что, будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Но мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам, в данном случае экономическим. Ни газ не будем поставлять. Ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут. Ничего не будем поставлять». Раньше пресс-секретарь Путина Песков уже озвучил ультиматум Кремля. Вы снимаете санкции, мы даем вам газ. Российская пропаганда идет полным ходом, угрожая Европе морозной зимой. Путин переходит к следующему этапу гибридной войны – разрушению стабильности европейских домохозяйств. Не вводите себя в заблуждение. Сокращение России поставок газа не имеет ничего общего с санкциями. Это заранее спланировано. Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины в Твиттер. Кремлевская пропаганда усиленно пугает европейцев холодной зимой без отопления, что, безусловно, странам Евросоюза не грозит. Ведь еще на прошлой неделе Европа досрочно запомнила свои газохранилища на 82%. Отдельным политикам, вступившим в коммуникацию с европейским рынком, удалось убедить в том, что дефицита газового ресурса именно сейчас нет, в том числе за счет достаточной наполненности подземных хранилищ газа ЕС. Также убедить удалось общество как конечных получателей-потребителей природного газа в том, что Россия недобросовестный партнер-контрагент. И все информационные сообщения, звучащие из рупора Кремля, они далеки от истины. Подготовка к зиме не ограничивается только заполнением хранилищ. Чтобы смягчить последствия кризиса для бизнеса и обычных граждан, правительство стран Евросоюза выделили 280 миллиардов евро на субсидии. Кроме того, ЕС постепенно сокращает потребление газа и диверсифицирует рынок. «Это и электрическая энергия, для чего увеличивается производство, генерация этого вида энергии во Франции на атомных станциях. Германия перенесла отказ от эксплуатации атомных станций. Принято решение об увеличении закупки энергетического угля и временном введение в эксплуатацию тепловых электростанций на этом виде топлива. Увеличена генерация энергии из возобновляемых источников». По подсчетам экспертов Центра Разумкова, если Евросоюз хотя бы вдвое сократит цену закупки российского газа на европейском рынке, Россия будет терять десятки миллионов евро в сутки. И это только на поставках газа, не считая остальных энергоресурсов.